Я бывший сотрудник Академии наук, откуда меня. Удачно выкурили год назад, да? Не хочу говорить почему так, но под определенными, скажем так, красивыми такими аргументациями. Ну, критикуешь как бы одну из партий Гранза. Я также бывший политический обозреватель обменов и тактов, бывший, потому что уже месяца три я не пишу в этой газете. Бывший также сотрудник Московского комсомольца, бывший, потому что были звонки в 2010 году, ничего. Может быть, вы как-то от Богдана избавитесь. И еще один бывший, но почти не лучший, старший преподаватель ГПУ Юан Крян, государственного университета, там преподавали 15 лет в экологии. Почти бывший, потому что то, что он был в 2012 году, был в Сенат университета. И на Сенате поднимались огромные декабли и так далее. Вы, выигрышный хактор, мне задали такой простой вопрос. А как может нашим фестизмам, европейцам в современном университете призывать человек, берущий деньги из АСКР? Это так, для разнообразия, что вам было понятно. Ситуация, ну, мне пришлось играть на вот один вопрос. Вы изучили муансы. Система лучшей. Не хочу здесь рассказывать, делать из себя не знаю что. Но я вам хочу сказать однозначно, что в системе антоэкрана или полуэкрана, по моему твердому убеждению, все 20 лет, полуэкранная система, несмотря на всякие стекуляции разных политологов, аналитиков, все аналитиков, ну и демократии не являемся, либеральной демократии. Не являемся, не знаем, что в ближайшие 30 лет. Будем даться, так и будем. По очень многим причинам. По очень многим глубоким, системным причинам. Когда вам говорят, что он является молодой демократией, это есть пропаганда. Это пропаганда политической различных партий. Когда одна партия у власти, она говорит что при ней была демократия. Рассвет демократии. Когда она уходит в оппозицию, сначала говорит, что сейчас architectural режим. Не наоборот. Обратите внимание, когда коммунисты были у власти, они говорили что демократия. Сейчас они в оппозиции говорят что авторитаризм. Но авторитаризмом назвать Альянс, конечно, можно, авторитарным правдом. Куда интереснее, что говорит Альянс. Альянс вообще говорит, что при ПКРМ мы имели тоталитарную систему в УАХе. То есть, что такое тоталитаризм? Это однопартийная система. Одна партия только в УАХе. Одна, все страны и заплачены, правильно? Два, когда беспредел силовых органов, то есть, НКВД, ГЕСТАФО и так далее. Это концлагеря. Это отсутствие свободных и даже полусвободных. Это массовые аресты и, что самое главное, массовые репрессии. То есть, исчисляющие в миллионы. В миллионы. В Молдове даже населения такового нет. Официально у нас 3,6 миллиона граждан. То есть, ну, это бред, понимаете? Если образно говорить, да, строго в научных категориях рассуждать. Не было ни при коммунистах, ни при коммунистах, ни при коммунистах, ни при коммунистах. И сегодня таковой нет. Не будет ее и через 10 лет, если рассуждать строго научно. А что было? Был гибридный режим. Что такое гибридный режим? Это режим, в котором сочетаются элементы демократии и элементы авторитаризма. И вот эти элементы демократии и авторитаризма, они сосуществуют. И при разных правлениях и при разных форматах власти меняется только коэффициент авторитарности или демократизма. Придет одна власть, ну, возможно, там на 0,1% больше демократизма. Придет другая, ну, возможно, на 0,1% или на 0,3% больше авторитаризма. Но суть власти от этого не меняет. Меняется форма. Содержание остается тем же. Меняется форма. Безусловно, в современной политологии, или политология вообще наука, как вам сказать, очень большая. Здесь десятки научных дисциплин. Геополитика, транзитология, консолидология, теория политических систем, теория демократии, все что угодно. Стасиология и так далее. Некоторые из вас являются студентами политических дисциплин, да, специальности. Я думаю, вы понимаете, что политология сама почти необъятна. И в ней есть такое отделение, которое называется направление мысли, которое называется транзитология. И вот транзитологи пытаются сами себе объяснить, что же мы имеем в постсоветском пространстве, что же мы имеем в третьем стране, второго, третьего мира. До сих пор большинство политологов, вот первая работа была, одна из первых фундаментальных, это была работа Фукуяма, которая называлась «Конец истории и последний человек», да, «The North History and the Last Man», в котором он говорит, что все, история закончилась, борьба капитализма с социализмом окончательно завершена, победил капитализм, победила демократия. Все эти формы соцреализма, соцсоревнования, социализма и так далее, они канули в лету. Сегодня только либеральная демократия продвигается по всему миру, и в современных странах СНГ и так далее мы имеем в той или иной форме демократические режимы, которых для приличия стали называть минимальными демократами. Молодыми демократиками, либо минимальными, либо электоральными демократиками. То же самое говорили другие политологи. Другой, не менее известный Хантингтон, я его считаю одним из величайших политологов современности, без ложной скромности это скажем, он написал классическую работу, у него очень много серьезных работ, самое серьезное это конфликт цивилизации, самое серьезное, где он как бы копирует в какой-то мере деньги. Но здесь одна из серьезных, что это называется, третья волна демократизации, которому он объясняет, чтобы не теоретизировать очень сильно, он объясняет, что, дескать, после провала авторитарных политических систем, социалистического типа и другого, и другого, там Греция, Португалия и так далее, во всем мире с триумфом идет демократия. Этот процесс не, как вам сказать, непоколебим, его невозможно остановить. Почему? Потому что демократия идет рядом с рынком, демократия идет шаг в шаг в социальной стратификации, появлением буржуазии, среднего класса и так далее, и демократия идет с появлением глобализации. Сама глобализация, мы же понимаем, что глобализацию невозможно остановить. Как ты остановишь джинсы? Как проникновение джинсов? Как ты остановишь проникновение хот-дога, гамбургера и так далее? А если ты не можешь остановить хот-дог, ты не можешь остановить демократию, если говорить примитивным, выражаться языком. Ведь Советский Союз победил хот-дог, мягко говоря. Хот-дог и джинсы, а не танки и так далее. То есть софт-пауэр, так называемая, мягкая сила. Но теперь вернемся к той работе, над которой я работал последние два года. Работал очень долго, пришлось экономиста взять в подмогу, серьезнейшего экономиста в подмогу, экономиста отжимания. Мы написали работу, которую я впервые презентую перед вами. Это не презентация книги, это общая презентация работы. Презентация произойдет намного позже, так как у меня только один экземпляр на руках. Это 840 страниц. Я попытался обосновать вместе с этим уважаемым многое экономистом, что в Молдове сформировалась элитарическая система власти. Почему? Сегодня очень глубокие мыслители, такие как Парри Таймонд, Томас Карлелорс и другие, говорят, что никакой демократии в странах СНГ, в странах Второго и Третьего мира нет и быть не может. То, что здесь появилось, это гибрид. То есть это полуавторитарная система. Слово минимальная демократия, когда говорят, что у Молдовы минимальная демократия, это афемизм, это манипулирование, это ярлык, за которым на самом деле прячутся полуавторитарные системы власти. Ничего общего, или по крайней мере мало общего, имеющиеся традиционной, либеральной, подчеркиваю, либеральной демократии. Потому что есть либеральная, есть демократии, есть социалистические, типа как в Китае, да? Одна партия у власти, внутри партии есть какая-то демократия, почему? Потому что есть борьба элит за власть, да? Народ, почему там можно назвать социалистической демократии? Потому что народ, последний рабочий, последний бомж может стать денсеком. Да или нет? Ну формально, теоретически может. Может стать денсеком. Он может стать членом компартии, он может стать денсеком, он может стать предпредседателем райкома на пару миллионов человек и так далее. Он, и более того, партия дает ему определенную совокупность социальных, экономических прав. То есть, типа, бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное жилье, почему нет, и так далее. Вот эта модель, которая была в Советском Союзе, в социалистической демократии. На Западе эту модель демократии называют авторитарной системой. Почему авторитарной? Потому что нет выборов между тремя, четырьмя, пятью партиями. Что в Молдове? В Молдове вот сформировалась такая система власти, полуавторитарная. И содержание в разные этапы правления разных партий было различным в содержании. До 99-го года можно было говорить о делегативной демократии. Что такое делегативная демократия? Это опять не демократия. Демократия, слово демократия вообще не имеет смысла, если рядом нет какого-то прилагательного. Делегативная, президентская, репрезентативная и так далее, либеральная и так далее. Слово демократия вообще ничего не значит. В данном случае слово делегативная демократия это есть полуавторитарная система власти. Это категория, введенная некоторыми западноевропейскими, западными учеными, которые вот оперировали данным понятием, среди них вот ОДОНУ и так далее, которые оперировали этим понятием, понимая, подразумевая, что есть мощная президентская власть, народ имеет право на избрание президента, все выбирают президента, и у президента в руках он имеет на 4 года монархическую власть, то есть фактически абсолютную власть, стране может делать все, что угодно, но если он не выполняет своих предвыборных обещаний, через 4 года его сносят, приходит другой президент, на другой популистской волне, опять обещает там мор, все, что угодно, написали его интеллигает и так далее, и потом его опять сносят. Вот эта система в Бразилии, Арктии и Чили, других государствах Платонской Америки. И в Молдове, по моему субъективному мнению, тоже существовала система делегативной демократии, когда то Снегура избирал весь народ, и он там обещал им все, что угодно, и имел почти полную власть. Потом Лучинскому, Лучинский обещал все, что угодно, имел неограниченную поддержку от народа, но не имел все рычаги власти, это правильно, но все равно она была делегативной. Потом с приходом коммунистической партии, эта форма власти трансформируется в суперпрезидентскую, с моей точки зрения, на республику. Когда формально республика является парламентской, а вся власть осредоточна в руках президента. Почему в руках президента? Потому что у него мажоритарная франция, 70-й день мандат, и благодаря тому, что он является лидером партии и президентом страны, он имеет фактически всю власть в стране. Но мы говорили с вами об олигархической системе. Теперь я попытаюсь назвать вам, обосновать, почему в стране все-таки олигархическая система власти. Что такое олигархия вообще? Олигархия, вообще термин впервые используется Аристотелем, Платаном и так далее. Аристотель имел в виду, сегодня нам говорят, сегодня понимаете, нужно понимать, что западные политологи, наши местные молдавские дети капитана Гранта пытаются внедрить западное содержание данного понятия, которое означает простую вещь. Власть, находящаяся в руках, что такое олигархия, олигархическая схема? Власть, находящаяся в руках узкого круга лица. То есть, если вот мы имеем Совет Альянса, там трое лидеров, и еще шесть депутатов, девять человек, вот это все олигархи. Почему? Потому что их мало, узкое количество, узкое, ограниченное количество людей принимают все решения в государстве. Значит, они олигархи. Ну, Аристотель в своей работе, да, политикой и так далее, говорит другую, дает другое определение олигархии. Олигархи – это узкая, ограниченная группа семей и людей. Это ограниченное количество очень богатых людей. Это не просто людей, а очень богатых людей. Социальный аспект очень важен. Кто он? Это ограниченное количество очень богатых семей или людей, которые управляют всеми политическими процессами в стране, в государстве, да. Вот я придерживаюсь такого определения в данной работе, да, что олигархия что такое? Олигархическая система власти. Когда все власти в стране концентруются в руках узкого группа, узкой группы лиц, представителей крупного, среднего, малого бизнеса, да. Ну, предпочитать говорить о крупном бизнесе, но тем не менее, это представители буржуазии, которые концентрируют всю базу в лукарах, и которые осуществляют власть не от имени народа, а от своего имени. И не в интересах общества или общего блага, а в личных, обычно, в личных интересах. А значит, мы возвращаемся к простой вещи. Мы говорим, вот если, что такое олигархия, да, тогда у власти бизнесмен, тогда у власти крупный капитал. Хорошо, а что вообще такое политический режим? Политический режим это очень простая вещь. Политический режим это есть способ формирования и осуществления власти. То есть, если народ участвует в формировании власти, это демократия, если не участвует, это авторитаризм, диктатура, авторитаризм и так далее. Ну, к примеру, мы имеем несколько форм формирования власти. Либо это принцип выборности, то есть народ участвует, демос участвует, знаешь, это демократия, власть народа. Либо мы имеем принцип наследия, власть наследуется, то есть народ не участвует, власть наследуется от одного царя к другому, и тогда мы имеем монархию абсолютную и так далее. Это тоже, абсолютная монархия это есть диктатура, это понятно, это есть форма авторитарного правления. Либо мы имеем назначенцев, там существует некий, не знаю, комитет, некая партия, назначают людей. Это тоже авторитарная система правления, с либеральной точки зрения, сейчас вам говорю, с точки зрения либеральная американская коридорова, не западная. Это тоже есть форма недемократического авторитарного правления. Либо мы имеем выборы формально, но эти выборы фальсифицируются. Если они фальсифицируются, скажите, пожалуйста, это демократия? Это что угодно, но не демократия. Это авторитарный, либо полуавторитарный, либо еще какой-либо режим. Но он не демократический. Почему? Потому что воля народа искажает. Потому что народ участвует только в формальном формировании органов власти, правильно? А в реальности власть принадлежит другим лицам, которые осуществляют ее не от имени народа, а от своего имени. Они прикрываются именем народа, осуществляют ее от своего имени, от своих интересов, наверное. Хорошо. Вот мы сказали, режим это и способ формирования власти и способ ее осуществления. А осуществлять власть можно несколькими методами. Либо демократическими, то есть ты работаешь в интересах общества транспарентно, повышаешь пенсии, захваты, защищаешь права человека, осуществляешь верховенство закона, разделение властей и так далее. Либо ты авторитарными методами управляешь, стравливаешь полицию на граждан, прослушиваешь телефоны, заключаешь партии определенные, заключаешь символы, заключаешь газеты, сни, арестовываешь людей, используешь силовые методы управления власти. Тогда эта власть уже осуществляет методы какие? Не демократически, а авторитарно. Правильно или нет? Хорошо. И соответственно, по содержанию, по форме, авторитарные режимы могут быть либо традиционными монархиями, то есть абсолютно, либо олигархическими системами, либо теократическими, когда клерк, то есть духовенство власти, либо военными режимами, либо режимами, скажем так, в которых власть осуществляется, да, от определенных, от имени определенных русских, русского круга людей. В данном случае я попытаюсь вам назвать вот в Молдове. В Молдове олигархическая система, я иногда вот разговаривал с некоторыми нашими политологами, они долго снялись по такому определению, понятию, как стоит капча, когда коммунисты провели свою конференцию, они снялись. А что, в Корее не захваченное государство? А в США нет? А в Европе нет? Везде захвачено. А олигархия что? А в США, скажите, пожалуйста, правит не МВД? А в Германии что, нет? А в Африке что, нет? Ну и в Молдове, ну подумаешь, это же везде так. А значит это нормально. А раз нормально, значит правильно. А раз правильно, что вы тут возмущаете? Как же это сделать? Это же норма. Вы критикуете норму, значит вы либо больны, либо невменяемы, либо что-то с вами не в порядке. Правильно? Хорошая аргументация. Очень хорошая, честно вам скажу. Поэтому я решил через полгода написать вторую книгу State Capture Захват государства. Надеюсь, что там мы продемонстрируем в этой книге только 60 страниц, определенного к Молдове. Ну и мы уделим 300-400 страниц, чтобы доказать и кончать данное время. Давайте посмотрим по республике Молдова. Все-таки нужно различать. Олигархи бывают разные. И назовем так грубо. Олигархи могут быть авторитарными, демократическими. Грубо. В США олигархи, вот с точки зрения политолога Уинтерса, являются гражданскими. Ну, скажем так, примитивно, демократическими. То есть, да, олигархи какие-то участвуют во власти, правильно? Они финансируют избирательные компании. Они имеют за это какие-то бенефиции, да? Ну, то есть, если он тебя профинансировал там через суперпаки американские фонды избирательных, он тебя финансирует, но он хочет что? Он хочет налоговые стирки, он хочет какие-то субсидии, он хочет какие-то кредиты от государства, он хочет какие-то госзаказы. Это правильно или нет? Это почти нормально. Но олигархи при этом сами во власти не участвуют. Раз. Два. Существуют определенные правила игры, которые все стараются не нарушать. Три. Есть верховенство закона. Четыре. Людям, гражданам США, гарантируется определенный набор гражданских прав и свобод. Я прав или нет? Попробуй ты там, в США, по улице сказать чернокожему слово ниггер. Попробуй в США пошутить над женщиной, сказать, как бы их неплохо судьбой. Это тебя засудят. За сейшл хэрлс. Да или нет? Попробуй ты не выплатить человеку пенсию или компенсацию какую-то. Попробуй ты в простой американской кофе-нюшке или баре. Если я выпил кофе и обжегся, я же могу подать на Макдональд отсюда и десятки миллионов долларов выпить. А знаете почему? Потому что начальше не было написано. Осторожно. Кофе горячий. Для американцев права человека это как Библия. В США существует понятие запроса лента. Первая поправка в Конституции. Первая поправка звучит в юрализме свобода слова являются основополагающими ценностями США. Да, можно критиковать, можно так, но наши граждане когда едут в Канаду, наши граждане когда едут в США, они автоматически имеют определенные пособия по безработице, они автоматически имеют определенные там бесплатные поклевки, автоматически им даются какое-то место для жилья, место для работы, какой-то пакет социальный и так далее. Поэтому мы едем, понимаете, табуном в Ирландию, в Исландию, в Канаду и так далее. Вот эти олигархаты так называемые. То есть там олигархи живут по каким-то правилам. Там олигархи врезают во власть. Там олигархи дают гражданам огромную палитру права и свободы. Что же в Молдове? Что же в Молдове за олигархия такая? А в Молдове олигархат совсем другой. У нас авторитар, полуавторитарный олигарх, полуавторитарный. Я вам назову некоторые базовые характеристики, чтобы вам было понятно, как мы попытались квантифицировать, если в Молдове олигархат или нет. Первая черта. Любой олигархической системы. Я вообще рассуждаю всегда. Наша книга написана используя либеральный инструментарий, но на основе неомарксистских подходов. И когда ты используешь либеральный инструментарий, ты должен все считывать, ты должен все квантифицировать, за каждое свое слово ты должен отвечать, и за каждое каждое твое мнение ты должен давать четкое обоснование. Потому что я думаю, ты думаешь, меня не интересует, что ты думаешь. Ты обоснуй, ты покажи, ты докажи. Правильно или нет? И вот мы попытались на этих 800 страницах показать по пунктам выявить черты явления, определения, черты и под эти черты подогнать соответствующую статистику. Найти эту статистику, выявить ее, вычислить и понять, есть ли у нас, какая у нас система власти. Неужели демократия? Первая черта любой экономической системы это есть высокий уровень монополизации экономики. Вы поймите правильно. Что такое современная демократия? Демократия современная это есть система конкурентности, соревновательная. То есть есть политический, социальный и экономический. Экономический прорализм это что значит? Человечная экономика. Должна быть не одна фирма вот я сижу сегодня и я получаю воду. От кого я получаю горячую воду? Апоканал. От кого я получаю тепло, термокон? Я могу от них отключиться. Довольно тяжело, понимаете? От кого я хлеб покупаю? Фактически из производства. Они же все являются монополистами, монополием. а если у нас нет рыночной экономики, если у нас монополия это нет рыночной экономики, нет конкуренции. Если на экономической базе, на базе сей экономической, как Марс говорил, существуют такие отношения, значит и на настройке в политической системе то же самое. Как говорили некоторые американские политологи, монополия экономическая рано или поздно превращается в монополию политической. А политическая монополия это что такое? Это диктант. Это же понятно. Высокий уровень монополизации и экономики это первая черта. Мы насчитали 20 монополий и квазимонополий. На нефтяном рынке это 5-6 крупных монополий. Ну мы же видели. Петром принадлежит кому? Да, он один из главных акционеров. Мы сейчас с вами, я сейчас вам пытаюсь, как вам сказать, в общем, схематически. Не влезая глубоко, кто захочет возьмет книгу, в свое время прочитать. Но. Ром Петров, кто был главным акционером и продал на днях вам 40-го факта? Я до этого еще продал большую часть. Кто может не дать? Кто? 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 Кто же задал? Хорошо. На днях Омега писала про БИМО. Кто является там патронным, кто занимается походажем, на вырывании и так далее. БИМО. Это другая крупная нефтяная компания. Ну откроете агентство Омега, там написано. Первый децепример экономики и спитер. Я вам сказал, опять накручивайте. У нас же только один децепример. Хорошо. Четвертая, пятая крупная корпорация, это УКОФЕ. Здесь, конечно, прокурат есть. Будет назвать политические. Шестой, ну там был черный и т.д. Шестой это Парстар. Это шестой импортерник и продуктов. Кому принадлежит Парстар? Или кто патронирует Парстар? Кто может угадать? С трех раз как? Вы сказали это. Он же патронирует и в России. И в России, да? Но у нас, самое честное, он с тремя учредителями создает его России. Потом, я вам объясню схему, чтобы вы понимали. Ты берешь, создаешь двумя-тремя учредителями одну фирму. Потом эти двое учредителей создают другую фирму. С той же деятельностью. Скажите, пожалуйста, эта фирма имеет отношение к первой фирме? Это те же люди или нет? Правильно. Вот Михаил Тимпу создал Евросим. Евросим, да? От слова «Еуропа» Семен Чимихай. Семен это брат, Михаил это вот. Вот он создает Евросим. Вторая компания, да? Парстар. Парстар, которая на тендере с кишиней организованной мидеральной партии, создала заказ на 500 миллионов евро. Парстар. Парстар. Я думаю, вы же вы хотите. Чтоб было понятно. При этом я считаю, что Михаил вырос, как и Игорь Парстар. Считаю, что Михаил вырос очень честный. Мы же должны уважать наших людей. Правильно? Вот он победил. Я считаю, что честно победил. Даже если только его компания участвовала в этом тендере. Даже если заранее было понятно, кто победил. И даже если документы находятся в тем прокуратуре. В 2011 году. Ну ладно, это папа, это папа. Можете себе объяснять сами, почему, как и что происходит. Вот мы начинаем 25 квазимонапольных рынков. Я вам дал мне, я показал связи. Возьмите любой рынок. Я не хочу здесь говорить много вещей. Возьмите рынок фармацевтический. Кто импортирует все лекарства, медикаменты? Это несколько компаний. Импортеров, которые раскидывают, имеют монопольные авторизации, только они могут импортировать. И понятно, что они прибавляют 100, 200, 300 процентов. Не 20-30, как в нормальной европейской стране, а в олигархической. А 200, 300, 400 процентов. Как такое же олигархическое, как в других странах. Это мой ответ нашим критерам. Понимаете? И поэтому, китайская куртка в Молдовии, которая стоит 5-6 долларов, в Молдовии стоит 100-120 долларов. Почему? Потому что что такое монополия? Монополия, когда только я презентую товар на рынке, правильно? Потому что другие не могут импортировать. А значит, я назначаю Курцену, которая мне выгодит. Это раз. Первая черта олигархической системы, это монополизация всей экономики. Это первая. Вторая черта, очень важная. Это наличие мощного теневого сектора. Официально, раньше, сегодня, власти говорили о том, что в Молдовии теневой сектор представляет 25-26 А2ВП. Ну, раскрою маленькие цифры. Я не знаю, насколько вы подготовлены, не знаете, нет, это другие вещи. Для меня важно, чтобы вы меня поняли, о чем я говорю. В Молдовии приблизительно 7 миллиардов баксов, да, долларов. Приблизительно. Ну, 25 процентов, 30, ну, это третий, да, значит, в теневом секторе куртят только 2 миллиарда. Говорят нам наши власти. Все у нас. Чтобы было понятно. Ну, значит, у нас теневой сектор приближается почти как к целым главных странам. Где он 10 процентов, 8, 12. Почитать им можно. На самом деле мы почитали Виктор Чопанова. Потом проверили, там, Георгика, Солдаки, другие коммунисты. Эти слова наши частично подтвердили некоторые представительные экспертизации. 55 процентов представляет теневая экономика в ВВП. То есть это приблизительно вот под 4 миллиарда баксов. То есть из 7 миллиардов, да, под 4, 3,5, 3,7, да, это ВВП. Это теневой сектор. Понимаете? Как минимум. Некоторые коммунисты называют более высокие цены. В 2,5 процента. Особенно этот процент вырос в последние 2-3 года. По разным причинам. По разным причинам. Это не обязательно злой умный срок властей. Но он вырос. По разным причинам. То есть сегодня по 255 процентов. Вы меня спросите. Ну и что? Ну подумаешь. Ну 55 процентов. Ну 20. Ну в чем? Где? 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 Сущность в чем? А сущность в том, что эти деньги. Что такое гневая экономика? Да. Тут разные определения. Неформальные экономики называются. Серые, черные и так далее. Но важно другое. Важно то, что эти деньги внесут в бюджет. Эти деньги неналогооблагаемые. Эти финансовые потоки проходят мимо, скажем так, государства. Правильно? Это мимо пенсионного отхода. Мимо социального отхода. Они уходят. Эти деньги распиливаются между определенным и определенным количеством лиц. В 2012-м Уолл Феликс Эппорт написало, что в Молдове 75 аллигаторах, 75 крупных миллионеров, которые контролируют безусловно 8 миллиардов долларов. У меня это доход. Совокурный. То есть это будет больше, чем без Молдов. Это 3 миллионов населения на 3,6 миллионах делают меньше национального дохода в середине, чем эти 75 человек. Наши эти деньги, мы касались технических. Но это приблизительно. Понимаете? У каждого из этих людей не менее 50 миллионов долларов. А так в среднем 50, все все. И более миллиона 100. Считается это престижная организация, которая сделала этот отчет. Хорошо. 55 процентов долларов. Что это значит? Это значит, что эти теневые деньги распиливаются, разделяются между определенным узким количеством бизнесменов и политиков. Эти деньги проходят мимо кассы, обогащают этих людей. И все 20 лет Молдова является самым бедным государством в Европе. Почти самым бедным государством в Европе. В СНГ. Почему? Мы обгоняем по количеству миллионеров, да? Мы обгоняем многие страны. Малбамию, Словению, Болгарию, по-моему, и так далее. Очень много стран. Кстати, мы находимся так. В этом году количество миллионеров опять выросло. Где-то на 6-7 летовых миллионеров. Говорит нам науковые листы. А мы говорим, что до этого миллионеров выросло. Но это уже другой вопрос. Важно, чтобы вы понимали, что теневой сектор, это тот сектор, который порождает олигархов. Это тот сектор, который порождает теневую власть. Это тот сектор, который порождает и воспроизводит эту систему власти. Видео-пократическую, олигархическую и автоинтарную. Это тот сектор, откуда эти люди питаются в избирательных компаниях. Которые сегодня в Молдове стоят в среднем 15-20 миллионов долларов. А то и евро. Хорошая избирательная компания сегодня стоит бешеные деньги. К примеру, только на Прайме в 2010 году. Минута стоила, а не нарочно поднялись. Цену 5 тысяч рублей. Чтобы вам было понятно. Как олигархизарбатывать. Я не хочу, конечно, здесь даваться в подробности. Но вся система власти, мы говорим, настроена так, чтобы люди, чтобы все финансовые потоки разделены. Все рынки разделены. Понимаете? Вот я говорил про монополию. Есть рыбный рынок. Тут 5-6. Есть хлебный рынок. 2-3. Нефтяной. 5-6. Это люди стоящие. Так. Многие. Я не буду называть. Не хочу. Кто-то скажет, а почему нашего не назвали? Другой стороны. Почему вашего не назвали? И так далее. Я просто говорю вам что-то так. И за свои слова я с детства старался отвечать. И зас kaçальный недаванье даже сразу. Вот, пожалуй, энергетические рынки тоже самое. Здесь самые крупные схемы, кстати, самые крупные Схемы. Государственные схемы. Которые разворовываются. Которых стоят в крупные политико-энергетические группы. И разворовывают просто бюджет. Они разворовывают его на импорт электронного рынка. Они разворуют ее на перепродаже рынка. То же самое с газом происходит, то же самое происходит с водой, с коммунальными услугами. Все рынки, возьмите любой рынок, мясной, рыбный, фармацевтический, фруктовый рынок и так далее. Мы даже имели все время тех олигархов, которые называли цитрусовым олигархом, не буду называть именом, или нефтяным магнатом, или еще каким-то, или гостиничным магнатом и так далее. Везде, дорогие участники данной лекции, идет мощная борьба за рынки. И каждое действие властей часто просматривается в этих решениях, указах и так далее, лоббировании интересов того или иного игрока. На автомобильном рынке тоже несколько крупных концернов, которые занимаются импортом. Эти концерны всегда побеждают. У них покупают машину для госчем. У них покупают машину для других целей и так далее. Им дают налоговые преференции, им дают скетки на НДС и так далее. Бабки ходить не надо, чтобы понимать, как это происходит, почему и так далее. Некоторые, кстати, из этих людей, из них представители находились во власти в разные времена. В разные времена во власти находились представители крупного компрадорского торгово-финансового капитала. Некоторые были советниками, некоторые и министрами и так далее. Останавливаться на этом подробно не хочу. При этом некоторые из них являются и сегодня результатами, да, ничего страшного и так далее. Ну, все родители. Это второй элемент. Третий элемент. Понимаете, демократия, что такое демократия? Я сказал, демократия это рыночная экономика, да, где конкуренция, где рыночная конкуренция создает политическую конкуренцию. У нас рыночной экономики нет. Я назвал почему. Раз, есть монополии, 25 рынков на штабе, их больше. Два, есть теневой сектор крупный, 55%. Три, демократия, то есть не только экономический юрализм, демократия и социальный юрализм на уровне общества. В Соединенных Штатах, к примеру, как и в любой западноевропейской стране, самым мощным является какой класс? Нижний, высший, средний, средний, средний. То есть на какой процент население представляет население? Да. Где-то 60-70%, иногда и 80% населения это средний класс. Что такое средний класс? В Молдове, по нашим подсчетам, средний класс. Если в США представляет 80%, в республике Молдова средний, а вы понимаете, средний класс это базис демократии, основа демократии. Нет среднего класса, не может быть демократии, может быть все что угодно, но только не демократия, либерального типа я имею в виду. Хорошо. Какой средний процент население в Молдове, как вы думаете? Официальные политологи, близкие к власти, неблизкие к власти, грамотовщики и так далее говорят, приблизительно 25-30%. 25% в среднем, в среднем классе. По нашим подсчетам, в среднем классе Молдове это 7-8% населения. 80, свыше 80-90% населения это беднота. 70-80% это люмпинг, то есть это люди, имеющие где-то зарплату ниже минимальной потребительской корзины. Это люди, не владеющие собственностью, это люди, которые два свалят концы с конца. Которые в социологических опросах, когда отвечают, можете ли вы себе позволить многие вещи? Отвечают, мы не можем себе позволить предмет опроса, мы не можем себе позволить отдыха и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот от них 80-10% являются, скажем так, таким высшим уровнем бедных, и 1% это так называемый, ну назовем их образы, золотой процент. Во всех соц. опросах, вот через 2 недели появится опрос института публичной политики, ИПП. Вы там увидите, откроете опросник, и там есть вопрос, можете ли вы себе позволить купить все, что угодно. 20 лет в Молдове этот вопрос отвечает 1%, это 33 тысячи молдаван, которые говорят, да, мы можем себе позволить все, что угодно, когда угодно. Именно их вы видите, в Сан-Сити, в супермаркетах разные, ну девушки, да, у которых по 3 ряда золотых зубов, да, в каждом зубе по 2 бриллианта, там и так далее. Вот это, знаете, 33 тысячи молдаван, то есть 1 золотой процент, которые могут себе позволить все. Мы даже их локализовали, не написали в этом книге, но приблизительно это пройдитесь по Вале-Морево, пройдитесь, да, в зоне Комсомольского озера и так далее, вот здесь живут наши молдаване, богатые. Бывшие политики, юристы, председатели конституционных судов, высших судебных палат и так далее. Директора ЦБПК, у которого дом 5 миллионов рублей, он даже не знает о том, да. Или издатели конституционного суда, тоже дом за 3 миллиона, тоже не знает. Или депутат там, от одной партии, очень демократической, у которого квартира одна, имеет 1100 квадратных метров. Бар-и-ра. Квар-и-ра. 1100 квадратных метров. Вот, пожалуйста, этот золотой. 1100 квадратных метров. Кстати, вот, пожалуйста, это наш портрет такого, скажем так, золотого молдавского процента. Дети могут себе позволить многое, или, как они отмечают, все могут себе позволить. То есть купить все, что угодно, как голодный, как угодно. Одним словом, в Молдове только 8% среднего класса. И 80% бедноты. При таком соотношении, понимаете, в демократии невозможно в принципе, либерально, невозможно. Это возможно только авторитарная, патерновистская, олигархическая, какая угодно система, но не либеральная демократия. Не либеральная, по цифрам. Ну не получается никак. Ну не можете вы построить, понимаете, в стране, которая по уровню развития находится в неофеодализме. В неофеодализме. Ты не можешь построить современную западную демократию, которая предполагает огромное количество определенных критериев. Четвертый элемент, очень важный с нашей точки зрения, это присутствие крупных бизнесменов, миллионеров во власти. Что это такое? Я вам скажу, мы провели, вот это, наверное, одна из первых работ на пространстве СНД, скажу вам без ложной скромности. Мы, по крайней мере, нам так это представляется. Для того, чтобы говорить о том, что вот мы имеем олигархию или нет, мы знали, что будут против нас критики, будут против нас вот атаки всевозможные. И мы провели квантификации. Мы почитали количество бизнесменов во всех правительствах, которые были в Молдове с 90-го года. Количество бизнесменов и патронов. Я вам объясню, что такое одно и другое. Мы два категория говорили. Первое количество бизнесменов. Мы почитали, и получается такая очень нехитрая схема. Правительство Друка 0%, правительство Муравского 8%, правительство Сандель 1, 20%, правительство Сандель 2, 12%, правительство Чубук 1, 25%, правительство Чубук 2, это 97-й и 8-й годы. 28%, правительство Стурции 33%, обратите внимание на рост тренда. У меня нет просто наглядных. Там такой график получается. Правительство Стурзы 33%. Правительство Брадиша. Первое правительство в Молдове, в котором количество бизнесменов переваливает за 50%. У него в правительство было 55% бизнесменов. Это крупные директора, это банкиры, это крупные собственники, это землевладельцы, это директора крупнейших госпредприятий. Дальше, правительство Тарлифа 1, 45%. Ну, партия тогда еще была, скажем так, в замешательстве от выборов, с нашей точки зрения, христианско-пролетарской. Правительство Тарлифа 2, 60%. То есть быстро восстановляется. Правительство Гречан, 65%. Правительство Филат 1, 65%. Правительство Филат 2, 70%. Ну, это по количеству бизнесменов. На самом деле, скажу вам маленький секрет. Мы стали сейчас перечитывать, уже когда книга появилась. Все наши бизнесмены прячут, не мусор, прячут свои готовки. Они прячут топки. Они пишут на любовницу, на тещу, на кузена из Мадагаскара, еще на кого-то. В офшорах прячут. И невозможно уловить, понимаете? Мы почитали только официальным данным. На самом деле, в правительстве Альянса, эта цифра представляется, что может быть выше. Может быть даже 75% в правительстве Филат 2. Будем ждать правительства Филат 3. Почему-то нам кажется, что наши прогнозы по трендам сохранятся. Но есть и другой параметр, это патронаж. Патронаж. Что такое патронаж? Это две вещи. Патронаж, когда человек гол как сокол, и он министр. Он честный, он принципиальный, он ходит пешком на работу. Но после того, как уходит из правительства, становится директором, ну, к примеру, банка или крупно-лифтенную компанию. Что вообще уже, наверное, лет здесь надо? Пополосит. А это как? А почему вы не станете самым директором? А почему я никогда не стану директором, к примеру, в Викторию и Бак? Никогда. Могу постоль. А ответ просто. А потому что этот человек, наверное, планировал, подбегал в интересах данных предприятий, принимал законы, добивался кредитов, добивался госзаказов от этих предприятий. Одним словом, крышевал. Крышевал. Патронаж это есть более простым языком крышевания такого-то бизнеса. Это раз. Или два. Когда определенный премьер-министр очень беден. Он имеет одну фирму. Он учреждает одну фирму, как и наш один известный депутат. Потом учредитель этой фирмы формирует еще три фирмы. Эти фирмы начинают вдруг выигрывать все тендеры, все госзакупки, получают кредиты и так далее. Скажите, пожалуйста, это крышевание или нет? Министр использует рычаги для того, чтобы эти росли? Конечно, да. И вот патронаж в Молдове был всегда на очень высоком уровне. Патронаж, если по-чему, это коррупция. Это коррупция. Но это не просто коррупция. Это политическая коррупция. Когда ты используешь власть в целях личного. Обогащение. Это понятно. Не хочу плохого слова. Не хочу давать. Мы назвали всех министров. Все коррупционные скандалы. Ничего не высосано из пальца. У некоторых министров пришлось при вечеринке на 10 разверлить все обшорные депутаты. Уже слишком много было, понимаете. Уже некрасиво смотрелось. Чтобы понятно было. Но это я так, в качестве шутки говорю. Да, ничего мы не урезали. Старались быть более-менее правдивыми. Вот я вам даю пример. Правительство Друга. 27% патронаж. Еще молодые были. Не умели вырывать. Не знали, как и так далее. Правительство Муравского. Через год поиграет. Уже 91-2 год. Но тут уже 58. Быстро схватили. Правительство Сангели-2. Я буду перескать. 58. Правительство Брадиша. 65. Правительство Тарлик-1. 68. Правительство Тарлик-2. 87. Правительство Гречаны. 90. Правительство Филат-1. Филат-2. 80. Книга написана в ноябре. За нам. Производство. После этих коррупционных скандалов. Смею вас заверить, что патронаж здесь за 90. За 90. В олях в правительстве Филат-2. За 90% можете мне поверить. Просто мы сдали книгу уже. Книги у нас издаются тяжело. С таким объемом тогда. Было 1000 страниц. 160. Мы урезались. Осталось 840. Такой материал. Огромная перемалывалась. Было тяжело. Вот вам, пожалуйста, как развивалось количество бизнесменов во власти. Графики вот такие. Всегда росло. Патронаж вообще, понимаете, кривая, буквально вертикальная. Рост патронажа. Что это значит? По нашему мнению, это означает одну простую вещь. Что Молдова фактически уже превращается полностью в олигархическую систему власти. Когда во власть попадает только крупный бизнесмен. Когда вся власть основана на плановых московских связках. Я вам попытаюсь это дальше объяснить. Еще одна черта – это формирование картельных партий. Это пятая черта олигархической системы. Что значит картельная партия, если просто? Картельная партия – это означает мега структура. Крупная. Которая всасывает, прогибает под себя, образно говоря, СМИ, неправительственные организации. Крупный бизнес, предприятия и так далее. То есть это уже мощная структура, имеющая свои медиахолдинги. Продибающая всю администрацию, центральную и местную. Когда во все структуры ставятся от директора школ до уборщицы. Они имеют своего человека во всех структурах. Когда НПО тоже обслуживают эти структуры. Когда госпредприятия и бизнес сращиваются с этой властью. Они не разделены, как на Западе. Они вместе сращиваются и образуют мощные холдинги. Понимаете? Партийно-политические и экономические холдинги. И все это совместно. Я вам дам такой пример, чтобы не спорить. Мы проанализировали. Сегодня все медийное поле страны монополизировано. Мы знаем, кому принадлежат. Что одному олигарху принадлежат где-то 6 телевидений. Да? Ну все понимают, что ему принадлежат. Публика только. Никто не дурак, наверное, и не думает, что Прайм является независимым. Никто тут тоже не имеет диагноза. Думает, что канал 2 или 2+, или канал 3 не принадлежат тому же олигарху. Никто не идиот, же полный, чтобы не понимает, что РФД, которая дала свои частоты публика, тоже находится под влиянием этого олигарха. Правильно ли? Мы имеем два просто там. Т-бассейн и ТНТ, которые принадлежат другому магнату. Вот, пожалуйста, все медийное поле. Но при этом еще раз подчеркиваю, что здесь важно понять другую вещь. Понять вот ТНТ это развлекательное. Здесь важно понимать. Для политического процесса важно что? Те телевидения, которые имеют информационно-аналитические, новостные программы. Понимаете? Почему? Потому что новость это есть механизм влияния обработки массы. Правильно или нет? Ведь почему отняли лицензию НИТа? Ну, это понятно почему. Отнял лицензию, закрываешь НИТа, закрываешь доступ в ООС. Закрыв медийное поле, закрываешь интерпорт и доступ в ООС. Это понятно. Отняли от НИТа, передали каналу 3. Ну, ничего, бывает. Важно то, чтобы люди понимали, что происходит, как происходит, кто это делает, откуда делает. Важно понимание этих вещей. Я не буду здесь заниматься агитацией, пропагандой и так далее. Моя цель объяснить в какой-то или иной мере процесс. При этом у одного олигарха фактически все медийное поле в руках у одного из них. И он же контролирует, с нашей точки зрения, все новостные программы, все новостные телевидения и так далее. А самое главное, поймите, вот мне говорят, вот есть там канал Кублика ТВ, но у него уже 3-4% рейтинга прошла. А вот у другого там, у ТВМ, там 48-50. Но так может думать только очень наивный человек. Потому что в политических технологиях вы должны понимать, что важна не степень покрытия иногда, а адженда мейтинг называется. То есть становление повестки дня. Вы понимаете, что СМИ играют роль в повестке дня, да? Вы помните, когда убили Салина Пачо, была одна повестка дня. Потом этот олигарх, для того, чтобы снять это, изменить повестку через все свои телевидения, начал говорить о каких-то телефонных переговорах премьер-министра. Все, повестка изменена, премьер-министр потерял власть. Сейчас он его ломает для того, чтобы захватить все в единое поле, все судебные системы. А дальше будет все понятно, если они, если сломают переговоры, дальше будут убивать оппозицию. Бабки не ходили. Ну, это наше рассуждение политтехнологическое. Посмотрите, я и раньше говорил, это и было право. Сейчас будет еще хуже. Но важно в другом, важно понять систему функционирования власти, законы власти, понимаете? А законы власти соответствующие. Что? Тот, кто контролирует в данном случае публика ТВ, он контролирует... Я сейчас заканчиваю. Может, мне надо дать. 5 минут, если деньги, я ухожу. Кто контролирует agenda-мейтинг, новостные телевидения, именно новостные, вот такой как публика, вот контролирует вообще публичную повестку дня. Если они, смотри, изменить повестку дня, один просто дал команду заблокировать счета одного, с нашей точки зрения, преступного олигарха из Герлузии, а другой, люди его убивают человека на охоте, где участвует демпрокурор, либеральные советники, депутаты и так далее, все что угодно. И мы ставим на весы, говорят, нет, вот этот бандит конкретный, потому что он по телефону дал. А кто в Молдове не давал по телефону? Какой президент не давал, а? Такие, а этот убивает. И мы ставим, нет, вы знаете, этот мелкий, он убил человека. А вот этот зло, почему? Потому что он сказал, хватит беспредельничать на этом предприятии иностранном, потому что это 2000 рабочих мест, и проверьте, что делает этот олигарх Гагаузи, который беспредельничает в Гагаузи, который купил всю Гагаузское собрание, подмял все под себя и беспредельничает. Но это уже отхожу от темы. Важен момент. Картельные партии в Молдове сегодня, мы имеем с нашей точки зрения 4 картельные партии, которые находятся в парламенте, это и ДПМ, самые мощные политические картели, это ЛДПМ, это либеральные партии, это ПТРФ. Все 4 партии сегодня крупных парламентов являются, с нашей точки зрения, картельными партиями. При этом ПТРФ как картельная партия начинает уничтожаться. Она потеряла, раз, медиахолдинг, два, ее выбили фактически из большинства непродуктных организаций, за ними оставились там пару нац-общин, пару совет-ветеранов, наполовину контролирует союз афганцев и так далее. При этом НПО, сидящий на западных грамотах, понятно, что все привыкли к власти. Правильно я говорю? Нет. Три. По КРМ нет госпредприятий, она потеряла весь крупный бизнес, он разбежался. Я не хочу называть, куда они ушли, но они находятся сейчас, эти бизнес-мой находятся при власти. При власти. Это крупные предприятия, это крупные директора, это крупные нефтяные компании и так далее, они все там. То есть ПКРМ фактически как политический Костыг Аслава. Остальные партии в Молдове, в парламенте типа возражения социалистов не являются картелями политическими. Не являются картелями, их шансы прохождения в парламенте на данный момент являются, скажем так, довольно, я бы на молдавском сказал, инчерти, да, то есть проблемными. Очень проблемными. Ты можешь пройти сегодня, в альбертивной системе власти можешь пройти парламенту, ты имеешься картель. Если у тебя нет картеля, у тебя нет шансов. Просто надо, чтобы вам было понятно, да. Это не хорошо, не плохо, это есть что есть. Пятая черта важная, это куморской капитализм. Что такое куморской капитализм? Я как-то написал на ВАМД, оно было опубликовано, одну статью про куморской капитализм, эту идею продвигал и Тубу, и Николай Кирпак, и другие. То есть эта тема давно звучит, молодой, что у нас куморской капитализм. Что это такое? Это когда капитализм не рыночной экономики, то есть конкуренции, когда все равны, а капитализм для своих. Когда власть построена по принципу кумовства. Каждый второй является или клиентелой, то есть кумом, наношом, любовницей, близким родственникам, или подчиненным своей фирме, то есть своей клиентелой, клиентурой. Ну, возьмем нашу власть, я не хочу называть, но вы понимаете, когда вот мы были, я вам дам только один пример, чтобы далеко не ходить, не копать. Но еще раз открываю, так, скотки, вся власть пронизана кумовскому отношению, мы это расписали, в другой книге распишу, там вообще волосы дыма поднимутся, когда прочитают, что творится. В некоторых министерах, там кумовья по 20-30 человек, понимаете, все директора управления кумовья, финны наношения и так далее, все поголовно, просто поголовно, сверху домины. Я читал, у меня волосы вот так, дыбом вставали, понимаете, я отказывался вверх, что такое возможно. Я вам прочитаю сейчас здесь по ходу один маленький пример, но дам пример, пока не к примеру, господин Димпу. Его связи с одним аллигархом. Сам Димпу тоже превращается медленно, но уверенно в аллигархом. К примеру, мать Дарина Тертуак, Валентина Тертуак, является главным экономистом Виктория Панк. Второй племянник, Михаил Димпу, называется Корнелию Димпу, является виски-седактором. Жена Михаил Димпу, Дина Димп, является начальником управления в Министерстве культуры. Умом Димпу является Анатол Шаламу, министр транспорта. Он же работал в предприятии ОСКОМ, который возглавляет Анатолий Старцев. В этом же ОСКОМе работал Юрий Лянбе, тоже вице-председатель министра национальных дел. В этом же ОСКОМе работал и многоуважаемый министр по реинтеграции страны. Ну, не министр, правильно было бы назвать его вице-премьером. Да? Как его зовут? Евгений? Как? В ОСКОМе работал другой очень важный человек, Валерий Лянбе, который был его мэром. Тоже оттуда работал. Я не хочу задавать много вопросов. Этим, когда вы видите, ВОСКОМе, Виктория Банк, председатель является другой человек. Кстати, приступ к мэром. Чтобы вам было понятно. Не буду раскрывать и здесь некоторые карты. Но чтобы было вам понятно, что такое кумовство, я для этого вам говорю. Иногда кумовские и бизнес-отношения так проникнуты, что вы не должны удивляться, когда делаются определенные политические действия, где декорация приносит смысл вообще. Ты не понимаешь, почему они происходят. Они происходят потому, что есть крупные бизнесы и кумовские связи. Когда копнешь поглубь, поймешь, что политический процесс в Молдовии иногда предрешен. Некоторые действия каких-то министров предрешены. Я хотел бы вам здесь зачитать маленький, но не знаю, если у меня это бы получилось. Если есть кусочек с кумовским, я вам хотел показать пример, что происходит у нас в Министерстве иностранных дел. Что происходило, это просто было, с моей точки зрения, корову. Но сейчас, не знаю, если найду, ну ладно, не найду, не найду, главное, захочет. Седьмой элемент это корпоративизм власти, да, восьмой элемент это наличие теневых, неформальных и неконституционных органов власти. в Молдове это раньше у нас при других президентах мы имели президента, имели антураж президента. В антураже президента находились крупные бизнесмены. Они продвигали, то есть это во всех, при всех президентах, крупные бизнесмены, они продвигали различные вопросы. Правильно? сегодня бизнес обнаглел уже полностью, бизнес уже вышел из тени, бизнес уже из тени вошел в совет альянсов. Они сформировали параллельный орган власти, некая история, в поиске сегодня. и почему этот орган власти является олигархическим и захватил с нашей точки зрения управление страной? И почему Филат сейчас так возмущается? Вся проблема в том, что в договоре о создании альянса написано правительство и президент не имеют права принимать ни одного решения без санкций Совета Альянса. То есть, этим словом, эти люди плюнули на Конституцию, где написано президент имеет право на указ, президент имеет право на назначение директора сил и так далее. Они просто плюнули и президент не может назначить консенсус. Пример-министр не может даже почтаться, если ему не разрешают, если нет санкций со стороны членов Совета Альянса. Вот эти теневые, неконституционные, параллельные органы власти, которые захватывают все рычаги власти в стране, это является формой эридархического управления. Почему? Потому что воля большинства парламента, воля исполнительного органа как проекции большинства, то есть правительства, они просто-напросто втаптываются и на их место формируется некий высший какой-то теневой орган, состоящий из крупных бизнес-настоящих, которые принимают все решения в стране. Вы представляете такое? А потом фракции парламентские что делают? Я иногда, когда смотрю на наш парламент, у меня там кажется, что там просто зомби сидят, причем практически во всех фракциях, который просто ему сказал тэнк, жик, реакция. Все. Почему? А потому что система недемократичная. Депутат не является выразительным волей народа. Он выражает волю лидеров партии. Лидеры партии свою волю в очередь выражают волю отдельных олигархов корпораций. Все очень просто, дорогие мои. Все очень просто. Можно возмущаться, можно бороться, нужно бороться с этим. Но факт, тем не менее, остается факт. Я не могу на этом долго оцениваться. Но предпоследние три элемента, которые я вам хочу сказать, это девятый элемент, это явление State Cutcher, то есть явление захваченного государства. По КРН имелось возможность организовать недавно конференцию по захваченному государству. И вы видели интересное событие, что на эту конференцию почти никто из политологов не пришел. И в виду самого себя помню там еще других. Фактически никто не пришел. Из этих, которые в телевизоре сидят, не вмещаются в охране, они не пришли. Почему не пришли? По двум-трех причинам. Первое, потому что люди не хотят связывать с какой-то панк, где их там. Да? С другой стороны, люди не хотят терять связь с, ну, вопросом возникает душевно. С другой стороны, это доказывает, что хранитель на захваченный государство. Что такое захваченный государство? Чтобы не теоретизировать долго, это явление простое, когда группа, узкая группа лиц или предприятий, фирм и частных структур захватывают контроль над важными, над самыми ключевыми органами власти в стране. Обычно это, обычно это. Олигархи пытаются взять контроль над судебной системой, геопроаккуратурой и высшей судебной полотой. Ключевые. Три. Олигархам нужна Минокоммуникация. Сами понимаете, почему. Олигархам нужен Минфин, олигархам нужен Нацбанк. И еще пару агентств антимонопольные и так далее. Поэтому кое-какие олигархи в Молдове, кое-кто в свое время контролировал эти ключевые органы власти. В Молдове 8 ключевых министерств и органов по агентствам, контролируя которых ты контролируешь все финансовые походки, все решения все в вашей стране. Сегодня одного олигарха находится из 8-6. Наш подсчет показывает 5-6. 6 где-то в его руках. Из рентаформирующих министерств. А рента где купится? То есть где купятся деньги большие? Минэкономика, штаб-5 классных предприятий, да. Ментранспорта за 3 года получили от европейцев на реал евро. имели информационные технологии. Все документы, все паспорта, там огромное бюджетное. Нацбанк, все валютные резервы на валютном курсе играют. Сегодня евро 16 лет, а завтра он 16, 15,50. Все бегут продавать. Мы покупаем, а на второй день вам же продаем за 16,20. Правильно? Вот так и делаются деньги. Стрижем вас на этом, на трансферках, стрижем вас на одни, но так и контролируют их на свои вот эти деньги. Вот один олигарх контролирует с нашей точки зрения 6, 7 этих ключей, 6 ключевых из 8 ключевых агентств, министерств и так далее. Остальные двое уже контролируют по одному, каждый. Вот и весь вопрос, да, в том, что такое захват государства. В Молдове явление захваченного государства началось еще в 2000, с нашей точки в 2000 году. Это исследование Всемирного банка, я об этом сказал на той конференции где-либо. Были измерения, которые доказали, что в 2000 году Молдова заняла третье место в СНГ, по-моему, после Азербайджана, если я не ошибаюсь, после Азербайджана мы были на втором, третьем месте в СНГ по уровню захвата государства. Понимаете, это 2000 год был. Сегодня, представляете, к чему дошло? Когда бизнесменову власть представляли только где-то 50%, сегодня их 70. Какой уровень захвата государства? Конечно же, намного, намного больше. Сегодня практически Молдова является феномен консолидации государства, захвата государства завершился. Олигархи контролируют бесследовательный систем, партийный систем, парламент, правительство, нацбанк. Олигархи могут разрушить унибанк. Олигархи берут на днях еврокредитбанк, лицензию на получение депозитов. Олигархи скоро разрушат банк объекта. Красиво будет все же делать. Один олигарх отнимет, пишет на другого олигарха. Я не хочу раскрывать скобок, увидите, все будет очень весело. Но олигархам это надо для чего? Для того, чтобы контролировать все эти финансовые потоки. Понимаете? И вот, это в игре, к сожалению, для вас или для нас. А то есть не для вас, а для нас, для граждан, потому что я лично себя политиком не считаю, не считал, я не был никогда членом, был только членом СДП, социал-демократов, дальше себя с партиями не связывал свое будущее, не связываю и не собираюсь в ближайшее время связаться. Поэтому, когда я читаю сегодня в интернете, прочитал, да, внизу, не приду к этому жипцу, не приду к этому предателю, не приду к этому, не знаю, кому, меня это, по крайней мере, смешит, потому что, смешит, потому что, еще бы закончить, я не был советником, я не был депутатом, не был министром, я партии, ничего не имел, а только давал, по 2-3 года. Если не имел, имел очень мало, по крайней мере, не было так. А артериала, артериала очень много. И даже этот диск, который сегодня может появиться в интернете, может устроить немало, немало вопросов, немало проблем. заканчивая, вот я вам говорю, феномен захваченного государства в Молдове сегодня процентаж очень огромный. Переломать эту систему власти, мне на данном этапе кажется, невозможно. Почему? Потому что все партии в Молдове практически являются в той или иной форме проекциями олигархических структур. В той или иной форме, даже партии, меня очень сильно смешило, я не говорю сейчас об оппозиции, я говорю о других партиях, которые сегодня формируются, они говорят об альте с олигархами, а сами финансируются теми же олигархами, с которыми они борются. Вот это самое, как вам сказать, честно вам скажу, мне лично противно. И когда видишь, что партия, которая типа, вот она борется, да, она не в парламенте еще, она борется с олигархами и сама получает крупнейшие дотации от тех же олигархов, с которыми борются. Вот это уже действительно вызывает, как вам сказать. Ну а что вы хотите? И вы увидите, в течение пару месяцев появятся где-то 3-4 крупные политические проекты, контролируемые одними тем же субъектом. Одними тем же субъектом. Они будут брать голоса налево, направо, они появятся со всех сторон. Харизматичные лидеры, молодые и так далее. То есть олигархи всегда воспроизводятся в различных формах, понимаете? И последний, предпоследние два элемента это ограничение демократии. Ну это понятно, олигархия и демократия вещи не сопоставимые. И последний элемент, который говорит об олигархической системе, это неопатримониалист. Тяжелый концепт такой германский, немецкий, Макс Вебер его развивал в свое время, который означает, что он близок по своему содержанию к феномену захвата государства, когда власть держащие элиты смотрят на государство вообще, на министерство, на машины, как на свою собственность. Как на свою собственность. И он использует символик государства, как свою собственность. Напомню вам, один олигарх, государственный дед, поставил на документе личной компании. Другой встречается в резиденции государственной с другим товарищем, частным визитом. Третий использует государственную машину в частной поездке в Украине. Ну, просто вот человек использует. В чем проблема? Пятый говорит, пятый говорит, на вопрос, это олигарх из, мною любимейший олигарх, такой борец за денежные знаки, являющийся в Гагаузии, великим, великим деятелем, да, который вот сейчас на него наезжают, типа. Он говорит, его спрашивает, по-моему, одна из агентств, одно из агентств, его спрашивает, скажите, пожалуйста, каким бизнесом вы владеете? Кстати, можете прочитать эту информацию на мой книг. Каким бизнесом вы владеете? Ответ. Я являюсь спикером Народного собрания. Понимаете, вот я не хочу долго рассуждать, в этой нашей книге сто примеров, как власть превращается в бизнес. У нас люди любят власть, чтобы превратить свою власть в бизнес. И наоборот, если ты во власти, ты в течение пару месяцев занимаешь нужную должность, у нас 10% с каждого фонда откат. 10-15%. Хочешь школу отремонтировать? Хорошо. Я разрешаю, чтобы твоя команда компания победила. Но с миллиона лестников стоит ремонт, несколько тысяч откатили. Это откат. Это официально. Почти что. Чтобы стать директором больницы, школ, садика, чего угодно. в этой стране нужно платить. Есть рациент, кстати. Все стоит. Все потоки идут в министерства. Соответственно, все министерства угодно торгуют подконтрольными ведомствами. Торгуются должности, управления и так далее. Вот это есть олигархат, понимаете, молдавский. Я вам скажу, что на всем пространстве САЛЕ фактически уформилась такая форма власть. В той или иной форме. В Казахстане это султанитская олигархи, находится Назарбаев и рядом все его родственники. Вот САЛЕФ, его партия Нур-Атан всегда побеждают на выборах. Но рядом с этой партией есть оппозиционная партия. Забыл, как ее зовут, называется, честно говоря, но она берет всегда 5% остальных. Это партия дочки президента Казахстана Насур-Павловна Назарбаева, Абишевича Назарбаева. Понимаете? Все по-честному? Конечно. Понимаете? Вот власть, это я, вот оппозиция, моя власть. Вместе мы боремся друг с другом, да, и воюем, и так далее. Вот, все они контролируют, кстати, я с уважением, кстати, отношусь к Саввену Назарбаеву, это без задней мысли, да, человек, действительно, поднял страну, я был в Казахстане, видел, да, там живут не как у нас, раза в три-четыре лучше, но тем не менее, понимаете, некоторые вещи действительно вводят на грустные мысли, в том плане, что члены, близкие к команде Назарбаева, они контролируют нефтепромыслы, контролируют нефтепромыслы в малом джузе, на селе, в большом, и так далее, да, вот это олигархическая система власти. Ну, там я заканчиваю свою лекцию, понятно, что 840 страниц нельзя рассказать, вот, за час или сколько я тут рассказал, полтора, и так далее. Это серьезнейший материал, это серьезные, как вам сказать, доводы, аргументы, и так далее. Все это намного сложнее объяснять, но общие параметры олигархической системы я вам попытался описать вот в такой незаумной, скажем так, форме. Если есть вопрос, кто-то что-то не понял, пожалуйста, готово. и подкупая все парламентские фракции, а вы знаете, как у нас происходят эти вещи, заходит кемпрокурор, у него два чемодана, первым чемоданом он говорит, вот, я выйду, покулю пять минут, а тут два чемодана, посиди, подумай, и он выходит, курит, ты открываешь первое чемодан, там уголовное дело, выбор, 20-25 лет, плюс конфискации нужно. Второй чемодан, а там лимон, баксон, с Алкоградом, в Молдовом, где ехать, да? И вот ты сидишь, думаешь, если не выйду из фракции, значит, нужно брать этот чемодан. А если выйду из фракции, сделаю заявление, значит, надо брать второй чемодан. Если я проголосую за снятие этого чиновника с должности, значит, можно брать этот чемодан. А если я скажу, что это очень хороший чиновник, не проголосую, значит, я возьму этот чемодан. Как вы думаете, какой чемодан берут? Обычно депутаты, лидеры фракции и так далее. Ну, это вам вопрос на заметку. Поэтому, когда вы видите действия некоторых людей, не надо удивляться, нужно понимать это. Честно вам не обязательно кричать предателем. Или непредателем. Не, кричать можно, но это для публики, а для себя понимать, что там есть подводные камни. Понимаете? Человек счеты надувает, что-то говорит прямо о принципах, о данностях, но все же на поверхности. Все мы люди, мне иногда жалко таких людей, мне жалко лидеров второанностей фракции, лидеров партии. Я не могу говорить многих вещей, но это происходит. Понимаете? И, к сожалению, ситуация становится все хуже и хуже. Может быть, я ошибаюсь, я человек, здесь не могу говорить однозначно, но я лично последние два-три месяца пережил очень серьезную встряску, да, ценности, когда видел, что не получалось назначить того, снять этого, как не получалось. Мне бы хотелось со стороны, чтобы это было. Но это не происходит. Почему? Потому что кто-то контролирует все силовые органы в стране. И в результате этого мы не можем ничего поделать. Ничего не можем поделать. Понимаете? Власть, государство захвачено, олигархи контролируют большую часть. При этом я вам хочу сказать, я заканчиваю ответ, я не хочу, чтобы люди подумали, что я паранойный такой модели, объясняю, что везде одни евреи. Если в храни нет воды, значит, это будет понятным кто, олигархи. Нет, это далеко не так. Это лишь одна модель, которая мы считаем, что она близка к реальности. Есть и другие факторы, которые говорят, не только олигархи. Есть и маквозность, у нас есть и группа интересов мощные, есть и другие игроки, внешние игроки, но олигархи. Но олигархические структуры могут действительно играть огромнейшую роль и, по-прочти, они играются главными инвестициальными структурами. Вот такой ответ. Да, пожалуйста. Насколько он умный, чтобы сделать разные структуры, в свое время все равно поставили цель расходить Семерский Союз, и они его разводили. Через ревизионные организации, разные структуры. Сейчас господин Плотокнюк пообещал по слову Олейки завалить коммунистов, чтобы не вообще иначе народу не будет делать из Молдова доблого и веры для этих западных структур. Значит, существует это? Это реально? Над Плотокнюком кто-то стоит? Знаете, я вам скажу, потому что ему просто не подбудили. Я стараюсь, я не вырушил, я отвечаю за свои слова, но я стараюсь, по крайней мере, по жизни идти вот в статье. Когда что-то говоришь, нужно за эти слова кто-либо не отмечает. Потому что иначе грешная цена. Я, у меня, к примеру, такой информации, я не находил такой информации, чтобы безусловно у кого-то, скажем так, давал какие-то обещания вот американским. Если она есть, то сомневаться не приходит. Если есть, по крайней мере, я сомневался, но однозначно могу вам сказать другое. Когда его хотели снять по предложению к статье оппозиции, по КРМ, в ноябре еще, с должности первого бицисхитера, он вышел и зачитал, в ноябре еще, прошу вам не забывать, и тогда все это оказались. Он вышел и зачитал очень интересные мысли. Он сказал, что Альянс это я, что Таясу, я поддерживал оппозицию, я поддерживал приход к власти оппозиционных сил, открывая скобки, седьмой апреля, но он не говорит об этом, но я поддерживал седьмой апреля, я поддерживал оппозицию, то есть все эти генерации, я создал, играю с таким строителем Альянс. Он фактически это говорит, фактически к любым текстам, понимаете? Я являюсь тем, кто создал, и тем, кто может разрушить Альянс. Поэтому роль данной политической личности безусловно немаловажен, ему приписывают даже зловещие определенные характеристики, не хочется преувеличивать его роль, но тем и менее его роль огромна, и ему помогают, действительно, потому что, знаете, сегодня Запад, и не только Запад, и Россия, но крупные державы используют метод компроматного управления. Во власти продвигаются обычные люди, на которых есть досье. Да? На кого-то за наркотик, на кого-то за убийство, на кого-то еще что-то. Тебя продвигают во власть, но это неизвестно многим, это известно узкому кругу лиц, и тебя с помощью этих компромата, с этого компромата тебя продвигают во власть. Это называется компроматное управление. Ты чиркнуть не можешь, ты не можешь даже заикнуться ни влево, ни вправо. Почему? Потому что в любой момент тебя, учитывая биографию некоторых наших политических субъектов, меня бы не удивило, что кое-кто, которого мониторил интерпорт, мог продвинуться в определенной иерархии. Почему? Потому что над ним есть протекторат, а протекторат этот обеспечивается через контракт. И поэтому с данными субъектами строить властные конструкции, коалиции, альянсы, довольно-таки, как вам сказать, интересно, интересно, но опасно. Это всегда будет хрупкая конструкция. Почему? Потому что такие субъекты, я здесь не говорю о господине и кукловодии, я говорю сейчас в общем, такие субъекты, чтобы меня правильно портят, не хочу сейчас переходить в пропаганду, но такие субъекты, если мы говорим вообще, не о кукловодии, а вообще, вот с такой репутацией, сомнительной, на которых есть уголовные дела, заведения, и так далее, их в любой момент можно прижать. Создать правый альянс, создать левый альянс, в зависимости от того, кто в данном случае руководит данной конструкцией. С моей точки зрения альянсом руководят и Брюсселя, и Вашингтона. Это мое субъективное мнение, может быть я ошибаюсь, но я считаю, что в Молдове имеется феномен внешнего управления. Это факт, это видно, хотя потому, что внешний долг правительства по 30% от города, а внешний долг, совокупный долг государства, совокупный долг государства, ну 6 миллиардов от 7, ну это сколько получается. Три честных государствей, надо ВВП, понимаете, то есть с такой структурой внешнего долга, конечно, когда 20% от бюджета это внешнее вливание, безусловно, говорить о свободе экономической и политической нельзя. Ты зависим полностью от тех, кто тебе дают эти деньги, грампы, и это понятно. К сожалению, я вам скажу, и на этом не отвечают на этот вопрос, другая власть придет к власти и тоже будет очень трудно с этими делениями бороться. Комистистам первое время они смогли, уладить, при них был 75% от ВВП, другие цифры говорят 65%, первые 2-3 года давали по 70% от бюджета на обслуживание внешнего долга. Понимаете? То есть это была катастрофа, реально, реальная слина, если мысли. Сегодня некоторые говорят, да нет, да что, ладно, несопоставимо, нет, сопоставимо. когда даешь 2-3 бюджета на внешний долг, так и можно аккуратно петь, на любые вещи. Сегодня, если придет другая партия во власть, у меня тоже будут эти проблемы. Очень тяжело от внешнего покровительства избавляться. Да, можно кричать, шипеть, счеты надувать, но при этом идешь в кабинет и получаешь институт. Если чисто логически подумать, если мы столкнулись с внешним упраздвением, значит, Молдова не настолько интеллектуально развита, чтобы противостоять сама, она не может противостоять. Уровень населения резко упал, деградация дизна. Я просто не наблюдала. Значит, единственный выход из этой ситуации найти другое внешнее упражнение. Это Россия. Это я так все. Я вам скажу 21 век это век деконструкции суверенитета. Это век исчезновения национальных государств, это век исчезновения национальных суверенитетов. Фактически суверенных государств нет, за исключением там Большой Восьмой с Россией вместе. То есть Китай, Англия, США, Форгейм. Вот это в той или иной мере суверенные государства. Остальные они независимы. Они в той или иной форме находятся под внешним управлением, или они отдали, отчудили от себя часть своего суверенитета. Поэтому Молдова с нашей точки зрения действительно может находиться свой суверенитет укрепить только в той или иной форме, в той или иной геополитической конструкции. Либо таможенный союз, либо евросоюз, либо евросоюз. С нашей точки зрения, с моей точки зрения, нам ближе таможенный союз. Хотя я не вижу трагедии евросоюз. Это две модели модернизации евросоюз и таможенный. Мне ближе таможенный, но при этом я с теми, кто считает евросоюз, стараюсь понимать и воевать, считать что-то тоже путь. Еще нужно посмотреть, какой из них При этом повторюсь, что здесь, мне кажется, что все-таки общинность, соборность, религия, менталитет, язык, история и многие другие экономика, все-таки имеют для нас большую схожесть, больше в процентном соотношении, чуть больше, чем там. Вот это мое субъективное дело. Все. Ну, на нет и спрос. Спасибо.